Всем привет, друзья! С вами Ула, на ваших экранах Ассета Корса, и как вы могли понять из названия видео, это анонс нового этапа битвы за пиво. Предыдущее событие на Нью-Йорк-Ринге было, конечно, интересным, но не то, на что я рассчитывал. В большинстве своем куча интересных моментов оказалась буквально в начале трассы, где там кто-то поразбивался, кто-то друг друга потолкал, кто-то сломал себе рычаги, кто-то перекрутил двигатель. В остальном же каких-то особо очень сильно интересных моментов по всей трассе не было. Гонщики выстроились в свои позиции, пилотон растянулся, и все до конца трассы, 4 круга, фигачили практически на одних и тех же местах. Были небольшие какие-то зарубы, смены мест, по большей части за счет пидстопов, но особо интересной борьбы не было. Поэтому сейчас, друзья, я предлагаю вам новую битву за пиво, и будет она в стиле Носкар. О популярности или интересности Носкара как реально существующего режима я не буду говорить, потому что, ну, мне, допустим, он просто нравится, кому-то может показаться это совсем простым. Но в качестве угара я подумал, а почему бы, собственно, и нет. Конечно же, с реализацией Носкара в Корсе есть очень большие сложности, потому что фактически единственными, наверное, более-менее нормальными симуляторами для проведения Носкара является у нас iRacing и Air Factor второй. Но в Асета Корсе реализовать это очень сложно по одной причине, что там есть такая штука, как сейфкар. То бишь, когда у нас на трассе происходит авария, выезжает сейфкар, всем остальным нужно ехать, соответственно, со скоростью сейфкара. И вот эти все вещи в Корсе просто банально не реализованы. Поэтому я предлагаю вам немножко другие условия. Во-первых, все нужные ссылки на карту и трассу я оставлю в описании. Ну, а, соответственно, гонка у нас будет часовая. Цель гонки будет проехать как можно больше кругов. Так как это Корсе, я сказал, что сейфкаров здесь у нас не будет. Поэтому, если разбились, тпшитесь в питы, либо едете сами до питов. Ограничения по питам у нас, как в реальном Носкаре, нету. То есть, для тех, кто не знает, в реальном Носкаре есть ограничения на 12 шин. То бишь, вы 4 ставите на машину, плюс у вас 8 есть в запасе. Ну, здесь у нас, разумеется, такого нету, плюс мы не можем менять отдельно левые или правые. Поэтому питов делайте сколько угодно. За час этот самый езды. Но! Настройки топлива у нас будут стоять 100%, настройки траты резины 250%. В гонке разрешено все, что не запрещено. То бишь, слип стрим, бамп драфтинг, опережения, гоны и так далее и тому подобное. Разумеется, запрещено откровенно бодаться. За это будем штрафовать. Если вам очень интересно, вы можете пойти почитать настоящий регламент Носкара. Я же для простоты объясню парочку простых истин. Потому что Носкар происходит у нас на очень больших скоростях. То бишь, это 350 километров, может быть, и выше. Но наши машины у нас немножко помедленнее. То есть, у нас машины будут в среднем идти, наверное, 320. И вот уже плюс будет разгоняться с помощью слип стрима, бамп драфтинга. И на таких скоростях разнообразные толчки, удары могут очень негативно отразиться. Как и на вас, так и на ваших соперников. Поэтому запомните несколько простых правил. Запрещено при борьбе менять свою полосу. То бишь, если вас опережают, то не надо вилять перед противником и не давать ему проезжать. Стойте в своей полосе, он вас проезжает. Потом можете спокойно встраиваться ему в жопу и слип стримить за ним. Носкар — это не гонки, в которых вы не даете противнику проехать. Носкар — это гонки, в которых вы постоянно опережаете друг друга. Поэтому перестраивайтесь только при условии, что вы не создадите помехи другим гонщикам. То бишь, если едете по крайней правой полосе и по гоночной территории пытаетесь зайти в поворот, не надо этого делать, если рядом, слева от вас, есть машины. Съезд питлейн осуществляется только с крайней левой полосы. При решении идти на питлейн, заранее выбирайте внутреннюю полосу. И при наличии рядом соперников, оповестите в голосовом чате по принципу, то бишь, девятый, иду в питлейн, чтобы люди, которые рядом с вами едут по позициям, знали, что машина будет сходить с трассы, то бишь, либо замедлится, либо, ну, будет пересекать вашу траекторию. Съезд в питы не с внутренней траектории — штраф минус один круг по итогу гонки. При движении по питлейну пилот обязан держаться правой стороны. Сворачивать к своему питбоксу не ранее, чем за 3-4 места до вашего. То бишь, старайтесь избегать проезда по чужим зонам обслуживания. При выезде из питов на разгонном участке пересекать траекторию трассы разрешается только, если это не помешает гонщикам на трассе. Для этого я вам советую пользоваться не стандартным виджетом трассы, потому что, ну, он здесь показывает только небольшой отрезок, а советую, к примеру, скачать ГТ-шный мод, и тут есть как раз-таки трасса, которая показывается целиком, и вы будете всегда видеть, кто где едет. Если вы, к примеру, чувствуете, что в повороте или где-нибудь еще просто на траектории теряете контроль над автомобилем, лучше сделайте сейв ТП в питы. Штраф за это будет один круг по итогу, но если вы попытаетесь остаться на трассе и отловить автомобиль, и по вашей вине будут разбиваться другие участники, штраф за это по полкруга за каждого сбитого участника. Делается это для того, чтобы люди специально не туранили других участников, для того, чтобы, ну, не давать им победить, образно говоря. И, опять же, чтобы участники, которые разобьются не по своей вине, не, ну, скажем так, теряли какие-то штрафные круги. Ну, и напоследок, для участия, собственно говоря, вам ничего не нужно, просто приходите, качайте все по ссылкам в описании, подключайтесь к серверу и катайте. Ну, единственное, только, наверное, количество мест ограничено, будет количеством питом, поэтому кто первее придет, тот и первее станет. Но, все-таки, я не думаю, что у нас наберется 40 участников, но, все-таки, кто первым придет, того и тапки, как говорится. Разнообразные спорные моменты, кто кого толкнул и так далее, отнимание очков, будет происходить уже после гонки. Мы будем считать, кто, соответственно, где накосячил. Поэтому, если вы по ходу гонки столкнетесь с какими-то, ну, ситуациями, то запоминайте примерно, на каком этапе гонки это было. И, разумеется, я потом буду все смотреть это, отсматривать и снимать круги тем, кто, соответственно, нарушал правила. Ну, а победителю, как и в предыдущей битве за пиво, у нас будет 200 рублей. Гонка будет проводиться 14 августа в 7 часов вечера по Москве. Поэтому, друзья, приходите, участвуйте, веселитесь. Ну, а для победителя у нас, собственно говоря, будет небольшая награда. Всем удачи, ребят. Всем пока. И играйте только в хорошие игры.